Ярославский вокзал – один из девяти московских вокзалов. Его маршруты связывают столицу с крупными северными, сибирскими и дальневосточными городами – Архангельском, Екатеринбургом, Владивостоком и Дере, а также с зарубежными столицами – Пекином и Улан-Батором. Сюда прибывает самый большой в Москве поток пассажиров, здесь начинается Транссибирская магистраль Москва – Владивосток. Здание вокзала является исторической достопримечательностью города. Его сегодняшний фасад в стиле модерн был построен по проекту Эфо Шехтеля в начале ХХ века. Вокзал работает круглосуточно. Адрес – город Москва, Комсомольская площадь, дом 5, станция метро, Комсомольская, Кольцевой и Сокольнической линии. Тел, 8, 800, 775, 00, 00. Дальнейшая информация на сайте RGD, http, ярославский.dzvr.ru, касая черта. Международный аэропорт Внуково, ВКО, третий по величине из четырех московских аэропортов. Внуково-1, комплекс терминалов А, Б, Д, где обслуживаются пассажиры, расположен в 10 километрах от МКАД Московская кольцевая автомобильная дорога по Киевскому шоссе в черте города в одноименном районе Внуково. 30 авиакомпаний обслуживают рейсы из Внуково по 178 направлениям. Отсюда летают многие российские перевозчики. Аэропорт работает круглосуточно. Адрес, город Москва, РН Внуково. Тел, плюс 7, 495, 937, 55, 55. Дальнейшая информация на сайте аэропорта, http, www.vnukov.ru, касая черта. В связи с усилением мер безопасности на время проведения в России чемпионата мира по футболу FFA 2018 будет изменена схема движения автотранспорта по привокзальной площади и парковкам аэропорта. Расстояние между вокзалом и аэропортом составляет 30 километров. Как добраться с Ярославского вокзала до Внуково-аэропорт каждый сможет решить сам, рассмотрев несколько вариантов, приведенных ниже. В зависимости от избранного маршрута время в пути между вокзалом и аэропортом будет варьироваться от 1 до 1,5 часов. Стоимость составит от 91 рубля до 865 рублей. И выше, звездочка. Как метро, так аэроэкспресс являются самыми надежными и пунктуальными средствами передвижения в Москве. Сочетание этих видов городского транспорта обеспечит своевременное прибытие в аэропорт. Аэроэкспресс в аэропорт Внуково отправляется с Киевского вокзала, стакан. Метро «Киевская». От Ярославского вокзала туда удобнее всего ехать на метро. Вход на станцию метро «Комсомольская», «Кольцевой» и «Сокольнической линии» находится рядом со входом в Ярославский вокзал, 100 метров. Поезда ходят на протяжении всего дня, с 5 часов 45 минут до час 30 минут, с минимальным интервалом – 2-4 минуты. Стоимость проезда – 55 рублей. 36 рублей. При оплате карты – тройка, дети до 7 лет, бесплатно. Звездочка детальная информация о тарифах и способах оплаты на сайте http www.massmetro.ru касая черта. Возможно, хоть такое случается редко, на входе в метро потребуется оплатить перевозку багажа – 60 рублей. За одно место. Звездочка в метрополитене строго соблюдается запрет на перевозку громоздкого багажа по сумме измерений более 150 см, велосипедов, кроме складных или детских, других средств передвижения, кроме детских и инвалидных колясок, острых предметов без соответствующей упаковки. Спустившись на эскалаторе в метро на кольцевую линию «Коричневая» номер 5, нужно ехать в сторону станции «Киевская». Чтобы выбрать правильное направление, нужно читать указатели над путями. Поездка от Комсомольской до Киевской займет 13 минут. 5 станций. Ближе всего к терминалу отправления Аэроэкспресса на Киевском вокзале находится выход номер 4 из метро «Киевская». Его легко найти, придерживаясь указателей пассажирской навигации метрополитена. Аэроэкспресс до Внукова отправляется каждый час, иногда раз в 30 минут. С 6 часов до 0 часов. Стоимость проезда, в одну сторону, 500 рублей. 420 рублей. При оплате проезда через мобильное приложение или сайт. Проезд детей от 5 до 7 лет стоит 130 рублей, дети до 5 лет, бесплатно. Звездочка детальная информация о тарифах и способах оплаты на сайте https-aeroexpress.ru косая черта. Дорога до Внукова займет 35 минут. Аэроэкспресс прибывает на привокзальную площадь аэропорта. Проход к терминалу осуществляется через подземный переход, к терминалу, по улице. Суммарная стоимость поездки – 456 555 рублей. Звездочка время, с учетом пересадок – 1 час 5 минут. Ярославский вокзал Шереметьево аэропорт, как добраться поездка снова начинается в метро. На этот раз нужно выбрать эскалатор к станции, Комсомольская, Сокольнической линии, Красная, номер 1. Садитесь на поезд в сторону, Соларьева, СМ. Указатели над путями. Дорога от Комсомольской, до, Соларьева, займет 41 минуту. 16 станций. Остановка автобусов номер 911, номер 272 и номер 272 находится прямо перед выходом из метро, между вестибюлями 1 и 2. Автобусы, номер 911, ежедневно с 5 часов 30 минут до 0 часов 22 минут, интервал движения – 10-12 минут. Будни – 12-15 минут. Выходные. Дорога от метро до аэропорта займет 23 минуты. Стоимость проезда – 55 рублей. Звездочка номер 272, ежедневно с 5 часов 30 минут до 0 часов 20 минут, будни – с 5 часов 46 минут до 0 часов 36 минут, выходные, интервал движения – 9-21 минута. Будни – 20-30 минут. Выходные, стоимость проезда – 55 рублей. Звездочка номер 272, ежедневно с 5 часов 55 минут до 23 часа 40 минут, интервал больше 20 минут, движения по расписанию. Стоимость проезда – 55 рублей. Звездочка аэропорт, конечная остановка автобуса номер 911, он разворачивается на привокзальной площади и едет обратно к метро. Автобусы номер 272 и номер 272 к проходные, они останавливаются перед аэропортом на улице. Центральная и следует дальше по маршруту через район Внуково. Суммарная стоимость поездки – 91 110 рублей. Звездочка время, с учетом пересадок – 1 час 30 минут. Большим достоинством этого маршрута можно считать то, что стакан. Саларьева, находится за пределами МКАД. Это даст возможность избежать самых больших пробок. Хороший выбор автобусов застрахует от непредвиденных ситуаций. От стакана. Метро – Юго-Западная, Сокольнической линии до Внуково ходит автобус номер 611. Этот маршрут фактически дублирует автобус номер 911, но начинается внутри МКАД, отчего менее надежен. Курский вокзал Внуково аэропорт, как добраться самым комфортным средством передвижения с багажом, безусловно, является такси. Время в пути без пробок составит 1 час. Этот вид транспорта достаточно рискован днем, если время в пути ограничено строгими временными рамками. Плотность движения по улицам Москвы предугадать невозможно, ясно только одно, машин будет много. Минимальная стоимость поездки – 865 рублей, из-за пробок или в ночное время она может возрасти. Звездочка свободные такси всегда стоят на Комсомольской площади перед главным выходом из вокзала. Можно заказать машину заранее по телефону или через мобильное приложение. Служба такси работает круглосуточно. Казанский вокзал аэропорт Внуково, как добраться бюджетной, хоть и частицной, альтернативой такси в ночное время, с нуля часов до 5 часов 30 минут могут послужить ночные маршруты автобусов BN1 HTTP www.mosgortrans.ru касая черта About, касая черта Projects, касая черта Night Routes, касая черта Маршрут B курсирует по Садовому кольцу. Ближайшая остановка, Красные ворота, находится на расстоянии 1,2 километра от Ярославского вокзала. По Садовому кольцу можно доехать до остановки Октябрьская и пересесть там на N1, который идет до станции метро Юго-Западная. От Юго-Западной неизбежно придется добираться на такси. Туристу не составит труда разобраться, как добраться до Внуково с Ярославского вокзала днем. Маршруты, соединяющие их, очень удобны. Однако, к сожалению, в ночное время аэропорт доступен только на такси. Все, что остается путешественнику, отдавать предпочтение дневным рейсам из Внуково. Звездочка цены актуальна на июнь 2018 года.